Ребята, всем привет! Пересобрал я свой воздушно-реактивный двигатель и вот уже в принципе готов дать жидкого на нем. Постараемся все-таки получить кольца маха. Это те самые сверхзвуковые скачки уплотнения, которые проявляются в основном на ракетных двигателях либо на двигателях, где применяется форсажная камера. Для более успешных запусков я заузил сопло, потому что прошлые испытания показали, что выходное отверстие великовато и сверхзвуковая струя для данной среды не достигается. Чтобы вы понимали, сверхзвуковая струя достигается даже на обычных турбореактивных двигателях. Но она как сказать сверхзвуковая? У нее, допустим, 1600 километров в час. Но для той среды, то есть для самой струи, потому что она раскаленная, разогретая, это не сверхзвуковая скорость. Это сверхзвуковая для обычного холодного воздуха. Поэтому скачки уплотнения не образуются. А нам надо все-таки их получить. Хоть я и не смог создать форсажную камеру как-то в свое время, но все еще впереди. Я думаю, все еще получится. Но вот кольца маха я решил добить, ребята. Надеюсь, за это вы мне поставите лайк, если все успешно получится. Ну что ж, сейчас я вам еще немножко расскажу, что же я здесь переделал. Вот видите, сделал все более компактно. Здесь у меня и модуль зажигания и два клапана, которые пришлось переделать. Потому что вот этот, например, основной он работал, а для пускового топлива как-то вот он очень уж плохо работал. Ну а модуль искрового зажигания мы еще проверим. В работе еще не испытывал, потому что он, видите, небольшой. И работает несколько по другому принципу. То есть он для свечей поверхностного искрообразования. Посмотрим, я надеюсь, все будет зажигаться. Сделал также более удобную панель запуска. Переделал со старого своего оборудования. Здесь были манометры, не пугайтесь. Вот. Ну а сейчас работает только вот эта панель. У нас здесь пусковой клапан, рабочий клапан, искрообразование и, собственно, насос. На этом все. Ну а накачка будет происходить от ВСУ, который будет создавать 25000 литров воздуха в минуту. Все, можно пробовать запускать, ребята. Честно говоря, давно хочется это сделать, но не было подходящего момента. А сейчас он есть. Вот смотрите, нет абсолютно никого и можно спокойно стартануть это дело. Ну просто не хочется людям уши травмировать. Штука довольно-таки громкая. Ну а чтобы реально понять, насколько она громкая, вы только представьте, как работает ВСУ. И когда я ее запущу, вы увидите, насколько сильно звук воздушного реактивного двигателя перекроет звук ВСУ. И вам сразу станет все понятно, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну конечно, ребята, очень-очень приятно, когда получается задуманное. Я пребываю сейчас в небольшом таком шоке. Классно всё получилось, всё работает. Надо как-то ещё посчитать, сколько этих скачков уплотнения. Конечно, опять же, непонятно, как её использовать. Ну есть одно использование. Делать мега пескоструй, чтобы вагоны пескоструить. Либо там, я не знаю, какие-то корабли. Ну либо делать фигурную резку по дереву. Ну либо делать фигурную резку по дереву. Вот такая мощь, ребята, в этом двигателе. Просто какая-то космическая. Видите, какие узоры можно создавать? Фантастика. Внутреннее устройство двигателя очень простое. Сделал я его из камеры сгорания от вертолётного двигателя GTD 350. Это был вертолёт Ми-2. Переварил вот эту штуку наоборот. Она выступала в эту сторону. У меня есть целая такая камера сгорания. И вот вы можете видеть, что эти выходы воздушные торчат в другую сторону. Внутри у нас жаровая труба. А по центру должна устанавливаться рабочая форсунка. Сбоку пусковая с поджигателем. Видно, как там всё завихряется. Видите, завихрители в одну сторону, в другую сторону. Потом куча отверстий для первичного и вторичного воздуха. Это некое зелёное покрытие для жаростойкости, видимо. Форсунку тоже я снял, чтобы вам показать отдельно. Вот так она выглядит. Центробежная форсунка. Очень хорошо распыляется топливо. И соответственно хорошо там горит. Создается большое давление внутри. Но как большое, вот эта штука может создать не более трёх атмосфер. А на выходе уже раскаленный газ вырывается с огромной скоростью. Не знаю, можно ли по кольцам маха посчитать эту скорость? Мне кажется, она просто нереально огромная. Взглянул одним глазком на видео, друзья. Но, к сожалению, не передает картинка всю красоту этой реактивной струи. Глазами она всё-таки значительно красивее и эти прям кольца, они как живые. Ну что ж, тем не менее, эксперимент удался. У меня на этом всё. Кому интересны такие видео, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok